МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, по будням в это время в эфире на Уральской вещательной кампании информационная программа объектив в студии Анны Акрамова. О последних новостях далее смотрите выпуски. Отправились в огород, а приехали в больницу. По дороге к Зиловским садам произошло ДТП с рейсовым автобусом. Есть пострадавшие. В июне годовая инфляция в Свердловской области снизилась до 5,3%. Медицина закрытых городов, пенсионная реформа и проекты Федерации профсоюзов. На Уральск с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы и профсоюзный лидер области Андрей Ветлушских. Лучший подарок сделан и своими руками. Геннадий Жуков в честь круглых датного Уральска смастерил беседку, украсившую улицы строителей. Гармонии 6 лет. Воспитанники детсадов, их родители и воспитатели весело отметили день рождения дошкольного учреждения. Юбилейный инопром побил рекорд по числу иностранных стендов. На 10-й международной промышленной выставке работают 14 экспозиций иностранных государств. Это вдвое больше, чем в 2018 году. Не отстают и регионы России. Общая площадь отечественных стендов превысила несколько тысяч квадратных метров. Турецкий стенд – один из самых больших на выставке. В этом году Турция – главный партнер инопрома. Здесь представлена продукция 25 промышленных компаний. Но особой популярностью пользуются стойки, где гостей угощают турецким кофе и сладостями. Напомним, инопром проходит с 8 по 11 июля в столице Урала в Международном выставочном центре Екатеринбург-Экспо. 10 июля планируется посещение выставки делегации от Уральского электрохимического комбината. О событии расскажем в следующих выпусках. Юбилей города и комбината, отгремевший в городе выходные, привлекли в Новоуральск немало гостей. В канун торжеств с рабочим визитом город посетил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлушских. Главная цель его визита – пообщаться с профсоюзным активом городских учреждений и предприятий. И, конечно, поздравить горожан с юбилейными датами. Какие вопросы были на повестке дня, расскажет Виктор Малышев. Встреча с активом территориальной организации профсоюза Новоуральска прошла в Малом зале администрации округа. Свободных мест в зале не оказалось, ведь мероприятие предстояло действительно интересное. За полтора часа была возможность затронуть широкий перечень вопросов. Традиционно представители Федерации профсоюзов и я мы ездим и встречаемся с профсоюзным активом. Это нормальная практика работы Федерации профсоюзов Свердловской области. Профсоюзы поднимают вопрос по повышению заработной платы. Он сейчас актуальнее, наверное, вопросов ЖКХ и медицины в целом в стране. Вышел по социологии на первый вопрос. Поэтому профсоюзы поставили задачу начинать переговоры о повышении зарплаты на 10%. В зависимости от экономического состояния того или иного предприятия и организации цифра будет гулять или выше или ниже. Но переговоры мы начинаем с этой позиции. И это тоже мы сегодня будем обсуждать. Важная тема, которую невозможно было не затронуть – это состояние медицины в закрытых городах. Этот вопрос обсуждался на заседании в Государственной Думе и намечены определенные пути решения. Принципиально, куда надо двигаться, когда мы обсуждали в Государственной Думе тему улучшения медицинского обслуживания закрытых городов – это увеличение финансирования через включение в национальные проекты здравоохранения, демографии, еще там, возможно, в ряд 15 проектов. Медицина закрытых городов, как отдельный блок, не была вставлена там явно. И процесс изменения и включения в проекты и в планы по реализации национальных проектов – это не быстро. То есть первая реперная точка – круглый стол, обращение от депутатов по включению и от ФМБА, дальше рассмотрение в правительстве, дальше включение вот сейчас между вторым и третьим этапом. В продолжении темы медицины Андрей Леонидович рассказал о ядерной медицине. Это направление он курирует как депутат федерального парламента. Перспективные технологии сегодня приоритетны и Атомграды играют ведущие роли в развитии этого направления. В группе ядерной медицины рассматриваются задачи, во-первых, производства изотопов российских, во-вторых, производства оборудования для нужд ядерной медицины, как сканирующие для уже сканирующего излучения в лечебном процессе, так и оборудование для перевозки изотопов, для генератора изотопов и так далее. И дальше непосредственно сам лечебный процесс, и это методики и технологии лечения. Поэтому понятно, что Новоуральск, как атомный город, он может и в первом, и во втором, и в третьем участвовать. Кроме этого, участие во встрече принял и заместитель председателя Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Юрий Борисов. Дополняя друг друга, они затронули такие темы, как изменения в пенсионном законодательстве, санаторно-курортное лечение и современные методы работы профсоюзных объединений. Виктор Малышев, Павел Сизов, Новоуральская обещательная компания. К тревожным темам. Поехали в сад, а приехали в больницу. Таким стал маршрут новоуральцев, которые решили в воскресенье утром поехать на рейсовом автобусе в садовоческое товарищество, в так называемые Зиловские сады. 7 июля в 9.30 маршрутный автобус выехал за городскую проходную и буквально через считанные минуты езды по дороге съехал в кювет и опрокинулся на бок. Водитель автобуса Hyundai AeroCity утверждает, что у транспортного средства лопнуло колесо. В автобусе было много пассажиров, которые ехали в сады. Пострадавшие новоуральцы, а их 7 человек, после оформления дорожно-транспортного происшествия обратились в травматологический пункт Новоуральска, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Диагнозы у пострадавших разные – это ушибы и растяжения. В данный момент проводится административное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия. В июне годовая инфляция в Свердловской области опустилась до 5,3%. По сравнению с маем, она снизилась на 0,1%, но по-прежнему осталась на уровне значительно выше общероссийского показателя. По данным Свердловскстата, за год с июня 2018 года по июнь 2019 больше всего в регионе выросли цены на услуги – на 6,7%. Продукты подорожали на 4,8%, непродовольственные товары – на 4,5%. В месячном выражении инфляция в июне составила 0,2%. За месяц цены на услуги выросли на 0,5%, на непродовольственные товары – на 0,4%, а вот продукты, наоборот, подешевели – на 0,2%. Как следует из данных Росстата, в среднем по России годовая инфляция составила 4,7%, а в месячном выражении цены на товары и услуги не изменились. Напомним, 14 июня Центральный банк России вместе с понижением ключевой ставки снизил и прогноз по годовой инфляции по итогам 2019 года до 4,2%. При этом целевой показатель составляет 4%. В Новоуральске обсудили индексацию заработных плат. Этот и другие вопросы рассмотрели на плановом заседании территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Территориальная трехсторонняя комиссия в Новоуральском округе состоит из представителей органов местного самоуправления, организации профсоюза и Новоуральского филиала регионального объединения работодателей, Свердловского союза промышленников и предпринимателей. Собирается комиссия регулярно один раз в месяц. На заседаниях рассматриваются актуальные вопросы, связанные с регулированием социально-трудовых отношений. Традиционно одна из главных тем – это рост заработной платы. К слову, в Новоуральске каждый седьмой житель из числа занятого населения. Первый вопрос касался индексации заработной платы работников муниципальных предприятий в 2019 году. По предприятиям муниципальным и обществам. В муниципальных предприятиях и хозяйственных обществах трудится тысяча человек. Плановый фонд заработной платы работников муниципальных предприятий на 2019 год составил более 315 миллионов рублей с ростом к 2018 году на 7%. И плановым уровнем заработной платы 37 тысяч рублей. С 1 января 2019 года проиндексированы должностные оклады на уровне 4,3-4,6 в МУП теплосети «Водогрельная котельная Нива». С 1 февраля 2019 года на 4,6 проводена индексация окладов в водоканале. С 1 марта на 5% МУП ТСБ. С 1 июля на 4% МУП «Электросвязь». В МУП «Ритуал» увеличение фонда также составляет 7%, однако индексация окладов в первом полугодии не произведена. Применяется наращивание стимулирующих выплат. Средняя заработная плата выросла на 5% в течение первого полугодия, составила 25 113 рублей. По итогам первого вопроса принято решение обеспечить индексацию зарплаты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в порядке, предусмотренным коллективным договором. Следующий вопрос повестки дня касался изменений в пенсионной системе Российской Федерации, в частности, о плавном переходе к новым параметрам. В 2019 году возраст увеличивается также на один год, но с учетом специальной льготы. Все те, кто должны были выйти на пенсию в 2019 году, а это женщины 1964 года рождения, мужчины 59 года рождения, смогут назначить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. За счет этой установленной льготы начнут уже выходить на пенсию с июля 2019 года. По итогам комиссия решила рекомендовать работодателями и профсоюзам обмениваться с пенсионным фондом электронными документами для назначения пенсии сведений о гражданах предпенсионного возраста. Третий вопрос повестки касался развития промышленных площадок на территории города. Первая и четвертая площадка – это в основном располагаются подразделения УХК, остаточные явления цеха, три цеха, и ООО «Центротех», входящие в него ранее трех подразделений Уралприбора, завод газовых центрифуг и завод источников тока. Далее из новых предприятий, которые сработают 25 лет, уже оно несколько реорганизовывалось, это предприятие «Кальянс», в котором работают всего лишь 150 человек, объем реализации услуг, продукции и услуг, у них более 4 миллиардов рублей, это очень высокий показатель. Согласно территориальному соглашению, рассчитанному до 2021 года, на ближайшие три года приоритетны следующие направления. Принцип прозрачности оплаты труда, повышение заработной платы, соотношение темпов роста дохода и производительности труда, эффективности использования рабочей силы. Три месяца кропотливой работы и теперь жители Новоуральска могут посидеть в уютной беседке на улице строителей. Геннадий Жуков – инициативный, креативный человек, настоящий мастер на все руки. Сделал городу подарок, доказав, что комфорт вокруг зависит от нас самих. Аскар Салихов продолжит тему. Слова и действия не всегда идут вместе, но Геннадий Жуков доказал, что если хочешь – делай. Найдя необходимые материалы в лесу, он за три месяца построил уютную беседку для всех желающих. Теперь жители города, прогуливаясь по улице строителей, могут присесть, отдохнуть, сфотографироваться или просто послушать пение птиц. До беседки он также радовал свой район самодельными скамейками. Я живу здесь 30 лет. Все в одном этом месте. Мне это место очень нравилось. И вот я решил, как говорится, сначала там вот сделать беседочку, потому что люди отдыхают, ходят, а присесть негде. Ну, а потом, когда было объявлено, что комфортная среда в городе должна, как говорится, я считаю, что у нас она должна тем более быть. Природа здесь создана так, что, как говорится, все радует. Кругом зелень, прекрасно все, как говорится. Дома отремонтированы у нас здесь. Так что само по себе что-то здесь надо еще продолжать делать. А скамейки, скажу так, это, конечно, громко будет сказано, что это подарок к 65-летию, а просто начало создания комфортной среди территории, чтобы здесь было у нас. Здесь часто бывают и молодые, значит, они положительно благодарят, что, как говорится, я вот такую работу сделал, это очень хорошо. Городу уделяется большое внимание. Строится много и парк культуры построен, и Фоменко, этот бульвар. А вот наша, эта старинная часть города, она не уделяется внимания этому. Поэтому я считаю, что здесь вот тоже надо уделить внимание. У Геннадия Николаевича еще много разных задумок, которые он хотел бы осуществить. Это и велосипедные дорожки по всему городу, детский центр, а также дом-музей, посвященный герою Советского Союза, Савчуку Андрею Иосифовичу. Здесь вот, на этом месте, надо создать музей Андрея Иосифовича. Потому что в 2022 году ему исполнится 100 лет. Это обязательно надо сделать. В создании этого уютного места также принимала активное участие жительница нашего города, Люцина Георгиевна, которая всегда поддерживает любые социальные инициативы от Геннадия Жукова. Человеку 82 года. Ну и вот, ну он такой неугомонный, что ему надо вот все и сейчас. Геннадий Николаевич, он такой, что ему надо обязательно, чтобы было лучше, все лучше. И вот он, когда эту скамейку уже вторую сделал, мы ему говорим, не надо этот, наверное, тент этот ставить. А он говорит, нет, надо. Он такой человек. Человек не только слова, но и дела. Так как мы тут днем всегда почти гуляем, не дай бог, кто-то там сидит и что-то там сок выпил. И все, я говорю, ребята, здесь у нас порядок. Ну, если люди все-таки трезвые, ну, молодые тоже, если с ними по-доброму, честное слово, с ними всегда можно договориться. Геннадий Жуков искренне любит свой город и поздравляет всех его жителей с юбилеем. Прежде всего гордиться городом, уважать, труд чужих, других людей уважать, как говорится. Все. И посильный вклад носить самому. Геннадий Николаевич один из тех инициативных людей, которые просто берут и делают, создавая комфортную среду вокруг себя сами. Аскар Салихов, Антон Пылаев, Новоуральская обещательная компания. Гармонии 6 лет. Яркий праздник подготовили дети и воспитатели Мадоу Гармония в честь шестого дня рождения детского сада. Поучаствовать в торжестве смогли не только воспитанники детских садов и их родители, но и жители всего привокзального района, в котором площадка в считанные минуты собрала детей всех возрастов. День рождения – это самый любимый долгожданный праздник в году. Подарки, танцы, песни, игры – все это делает торжество незабываемым. Этот веселый праздник готовили всей гармонии, как взрослые дети, так и педагоги. И уже с самого начала, когда из каждого уголка слышался детский смех и всю площадку озыряли улыбки, можно было сказать, что праздник удался. Мыльные пузыри, конкурсы, игровая программа на сцене – все это в честь главного праздника детского сада. И сегодня у нас замечательное событие – день рождения Мадоу Гармонии, куда пришли представители из семи детских садов. Посмотрите, как у нас сегодня солнечная погода порадовала нас. Детей, родителей, бабушек, дедушек очень много. Все развлекаются, играют и, конечно, настроение просто супер у всех. Мне нравится выступать. А что самое интересное здесь для тебя? Танцы. Очень было круто, в общем, там такие пыльные пузыри были огромные. Я здесь работаю уже четвертый год, и каждый год проводятся у нас праздники. Они бывают и зимой, но в основном летом. Проводится день рождения. Детям интересно. Мы приглашаем всех – родителей, детей. Все приходят, всем очень нравится. Все довольны после данного мероприятия. Это уже наша традиция. Мы шестой раз проводим праздник, посвященный нашему дню рождения. Конечно же, в подготовке к празднику задействован весь коллектив – и детей, и взрослых, и родителей. И поэтому, конечно, приятно сегодня видеть результат, получать те яркие эмоции, особенно у детей. День рождения Мадоу Гармония – это традиционный и любимый многими праздник. И казалось, что даже погода в этот день была на стороне организаторов праздника. Ливший с утра дождь, к вечеру прекратился и выглянуло солнце. Главные участники торжества, юные воспитанники Гармонии были счастливы. Вместе с воспитательными родителями они интересно провели время, а впереди у них еще целое лето, которое подарит много незабываемых дней. С днем рождения! Гармония! Валерия Полосатова, Геннадий Донгузов. Новоуральская вещательная компания. На этом выпуск завершен. Завтра в 19.30 на канале ОТВ программа, посвященная традиционной спартакиаде руководителей УХК. А далее в нашем эфире смотрите спецвыпуск о визите в Новоуральск президента топливной компании ТВЭЛ Натальи Никипеловой. В 20.00 выпуск новостей «Объектив». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин